На твое выступление, под ваши аплодисменты, и мы приветствуем. Тебе нужен микрофон? Итак, как ты, Григорий? Это была большая подстава. Я выступаю сегодня первый раз. Слышно? Кому не слышно? Слышно? Я не хочу брать микрофон. Если не слышно, я возьму. Нормально, да? Выступать после Лёши Ёжикова, прирожденного оратора, первый раз. Серёжа, спасибо тебе большое. Ну, пожалуйста. Подставка, конечно. Так, меня зовут Оля, я сегодня буду рассказывать про мнемонику, вообще не про что-то там духовное, и любовь и просветление, извините. Вот, в общем, мнемоника и мнемотехники. Мнемоника, в общем, это искусство запоминания, как многие, наверное, из вас знают. И мнемотехники – это техники, с помощью которых можно запоминать любую информацию, любые объёмы информации, совершенно разного рода и содержания. Как текстовую, так и цифровую, числовую, формулы, не знаю, уравнения, стихи, образы, визуальные образы и тому подобное. Вот, кто-то вообще знаком с мнемотехниками, с какими-то? Вообще, вы знаете, что такое мнемотехники? Так, вообще, немного. Остальные не слышали никогда, да? Или просто не отреагировали пока? В общем, мой краткий рассказ сегодня, он будет в основном по книге, которую написал Джошуа Фойер «Эйнштейн гуляет по луне». Я эту книгу прочитала осенью этой, в общем, она меня, наверное, сильно впечатлила. И я стала, собственно, сейчас вопросом, что же такое мнемоника. Вот, кто книжку не читал, я прям всячески рекомендую. Написана она американским джорсалистам, который от мнемоники был очень-очень-очень далёк. Собственно, она была таким обычным человеком, как мы с вами, он забывал, куда он положил ключи от машины, когда он уходил из дома. Вот, а через год он настолько натренировался, что в чемпионате по запоминанию занял первое место. Собственно, на своём опыте он доказал, что любой человек, не являясь изначально, там, человеком с хорошей памятью, или какими-то неординарными способностями, может стать мнемоником и, в общем, претендовать на участие в чемпионате мира по запоминанию. Тоже замечательная книга «Дикфакумы. Это наш мозг». В общем, это такая книга, написанная учёным с 30-летним стажем, занимающимся исследованиями мозга в недогласном студии мозга, которая популярна, объясняет, как наш мозг устроен, как процесс, происходящий в нём, влияет на то, как вы себя ведёте, вообще на то, какие. Ну, это как бы их хорошо читать вместе. У меня так получилось, что я их вместе читала. А давайте я туда. А это следующий спикер. Собственно, мнемоника, она вся строится на том, что любая информация перекодируется в образе. Собственно, мы хорошо очень вспоминаем картинки, и нам гораздо проще запоминать то, что мы видели, нежели то, что мы просто услышали. Запоминание и превращение информации в образы и откладывание её в долгосрочную память. Вот это вот, если есть мнемоника. В общем, когда я читала эту книгу, начиная нагулять вполне, меня выразил тот факт, в общем, Джоша Форд начинает развивать мысль, что происходит с нашим мозгом ежедневно вообще. И сравнивает это со спортсменом, который должен готовиться к тренировкам интенсивно, пробежать, например, 5 километров, но вместо того, чтобы каждый день бегать и тренироваться, он лежит на диване и поедает гамбургер с картошкой. Это тоже пример, что происходит с нашим мозгом, если мы не тренируем его каждый день и, в общем, не разбиваем. И в итоге мы получаем нас, там, 50-60-летних, которые не помнят вообще, как найти дорогу, не знаю, до музея, мы записываем всё на бумажке, чтобы пойти в магазин и купить какой-то элементарный список продуктов. Но так происходит не потому, что, в общем, так должно быть, потому что это нормально, а потому, что люди привыкли, что с возрастом мозг теряет способность к запоминанию и, в общем, как бы, свыкли с этой мыслью. Но, на самом деле, это не так. Есть люди, которые демонстрируют, что в 70-80 лет можно обладать, в общем, хорошей запоминаемостью. Собственно, мимоники, как я уже сказала, мимониками становятся, это можно тренировать, естественно. Есть люди, которые от природы наделены какими-то уникальными способностями к запоминанию или к воспроизведению информации. Но это обычно люди, как так называемые саванты, лишённые, ну, обычно с преклонениями аутического характера, лишённые какой-то другой важной части жизнедеятельности. Ну, как бы, это уже отдельный разговор. Если интересно, тоже в интернете посмотрите, люди саванты. Очень увлекательная тема. Пять минут? Четыре. Всё хорошо. Так, ладно. В общем, впервые мимоника упоминалась ещё в Древней Греции, а Цицерон, римский оратор, эту технику как бы обозначил, закрепил и закрепил своё авторство на эту землю. Собственно, ничего нового с тех пор не придумали, до сих пор все мимоники пользуются так называемой дорогой Цицерона или методом уроки для запоминания объёмов информации. Вот эти два замечательных сайта, не Моника.ру и Пауэр Мэмори, а он неподробно описывает все существующие техники запоминания, а также содержит ряд тестов и упражнений для того, чтобы память тренировать. Каждый день можно делать какие-то упражнения и тренироваться на кинопусе. В общем, Цицерон, естественно, читал длинные речи, выступал перед публикой, ему нужно было большой объём информации удерживать в голове. Когда он её проговаривал и репетировал, он ходил по своим покоям и привязывал к каждой точке какую-то информацию. Расставлял такие губочек-поиды. А потом, когда выступал перед публикой, это вспоминал и каким образом, какой информации соответствует. И таким образом ему легко было её запомнить. Собственно, для того, чтобы выстроить свой дворец памяти, свою какую-то дорогу, вам нужно взять предмет, не предмет, а место, которое вы хорошо знаете. Это может быть квартира, в которой вы выросли, это может быть дом, в котором вы сейчас живёте, дом ваших друзей, бабушки, дедушки. И эту квартиру максимально хорошо вспомнить, или этот дом. И каждую комнату сделать таким местом, в котором вы будете привязывать образа. Ну, как бы, самая простая штука, с которой начинают все мнемоники тренироваться, это список покровок. Обычно берётся список из 10 предметов, и каждый предмет раскладывается, допустим, в этой квартире на определённое место. Вот, потренируйтесь, это вообще как бы совершенно несложно. Единственное, что нюанс такой есть. Каждый предмет должен обладать определёнными свойствами. Недостаточно зайти в квартиру и сказать, так, я захожу на кухню, здесь лежит авокадо, здесь лист салата, здесь морковь, здесь помидоры. Вы всё забудете. Вот, каждому предмету нужно придать максимально неристичные какие-то свойства. То есть, авокадо, если оно маленькое, нужно сделать его огромное. Если, не знаю, яйцо у вас просто в коробке, надо сделать, чтобы оно разбилось и валялось на полу. Ну, то есть, максимально утрированные, может быть смешные, может быть пошлые образы, только те, которые придут вам в голову, но вы запомните их и никогда не забудете. И последовательность тоже важна. То есть, вы идёте по какому-то пространству, запоминаете определённые последовательности, и потом, придя в магазин, вы эту же последовательность делаете по-рубке. Таким образом, можно запоминать, не знаю, стихи, числа и проще всё, переходируя в образы. Собственно, соревнования, которые сейчас в мире проходят по вспоминанию, им уже больше 20 лет, и следующие там есть дисциплины. Абстрактные изображения, слова именно лица, сколько карты на скорость, последовательность карты на час, цифры на скорость, числа за час, двоичные числа на скорость, исторические даты, числа на слух. Это всё, как бы, в чём тренируются мнемоники. Люди, которые занимают первые места, они могут запомнить за час от 500 до 2000 слов, как правило. Это сравнится, что мы не можем запомнить, не знаю, семизначный номер телефона постоянно забываем. Ну, вот как бы, для примера. Вот, на сколько времени? Минута? Да. В общем, то, на чём я применяю мнемотехники, это банальные списки покупок, это запоминание имени человека, который мне только что представился, то, с чем у многих возникают проблемы, и выучивание иностранных слов. Вот. Я хотела вам показать, потому что эту штуку, как это работает, у меня есть вот такие вот замечательные карточки, у меня их большая-большая пачка. Русское слово с одной стороны, с другой стороны иностранное. И, как правило, мы не можем запомнить иностранные слова, потому что они для нас ничего не значат. Соответственно, чтобы запомнить методом немотехники, наша задача любому иностранному слову привязать знакомое по звучанию русское слово и выстроить образ. В общем, давайте прииграем, вы мне говорите любое слово иностранное, которое я не знаю, и я вам продемонстрирую, как оно должно быть. Поехали. Давайте. Артишок. Какое слово? Нет. По иностранному надо сказать? Да. Артишок. Артишок. Да. Ну, скажите какое-нибудь слово. Которое ты не знаешь? Да. А как мы узнаем, кого-то ты не знаешь? Ну, скажи, я тебе скажу, знаю я его или нет. Лена, что ты сказала? Хеликоптер. Очень сложное иностранное слово. Ну, нормальное. Никогда не встречу такого. Ну, побачим. Ну, хелли это адский... Нет. В общем, сейчас объясняю. Вообще, слово хеликоптер. Оно похоже... Я сейчас придумываю только свою ассоциацию. У каждого из вас будет своя. Вот лично своё, уникальное. Чужую не берите, вы её забудете. Хеликоптер. Так, хеликоптер похоже на русское слово... Так, это сложно. И тогда бывает сложно. Так, сейчас... Вы работаете? Нет. Вы меня поставили прям в немовкое положение. Вот и всё. Я не смог. Нет, просто... Не всегда, на самом деле, просто в спину. Но это требует время. Ладно, хеликоптер, оно состоит из двух частей. Коптер похоже на слово коп. Не знаю... Хелли на слово help. Но оно похоже на слово help. Хотя лучше не брать английское слово. Да, оно похоже на... Да. И я себе представляю, как хеликоп просто, не знаю, догоняет преступника и бежит из адского пламени при этом. Вот. Он выбегает, а преступник прыгает на вертолёт и улетает, он не может его догнать. То есть какой-то такой яркий образ. И я говорю о том, что, значит, хеликоптер — это вертолёт. То есть вот такая его обустраивается цепочка. Я не знаю, сколько это понятно, но можно попробовать в каких-то словах, которые проще придумают. Вот. Собственно, таким образом вспоминаются слова, и их можно запомнить довольно много. За, не знаю, в день можно до 50 слов получать. Не напрягайся словом. Собственно, последний слайд, посвящен книгам, которые можно почитать по искусственному запоминанию. Тони Бьюзан, английский мнемоник, написавший очень много книг по мнемокартам, мнемонике, ментальным картам. И две книги отечественных психологов, тоже довольно любопытные. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы же, естественно, нашли книги. Манн обычно любит так, да? Книги рассказывает, даже покупать. Вопрос, Толи, давайте один, если есть. Я забыла. Если есть. Лифтрук такой. Давайте. Оля, скажу, пожалуйста, а был ли иностранный язык, который ты учил за помощью этой техники? И если да, ну, разговорный умный есть, да? Нет, я так планирую. То есть я начала с английского языка просто потому, что, ну, таким образом можно пополнять словарный заказ. А учить с нуля, у меня есть знакомая музыка, которая выучила с нуля. Я, к сожалению, не такой опыт. Ты не знаешь будущее? Я знаю прошлое. Давай. Когда выйдешь, подвинешь, чтобы пальцем было. Что? Какое слово? Лестре? Ну, Марина, зачем ты это сделала? Закапает. А ты ее потом закапаешь. Все нормально. Дружба такая. Ну, вот именно так, как сразу в голову приходит. Леш, давай. Давно тянешь. Последний вопрос. Женна отличная. Потрясающая. Но одна проблема, которая бывает, когда его применяешь. Когда ты именно применяешь язык, то есть общаешься, и хочешь что-то сказать, и вот у тебя, ну, пня, как раз вся логическая цепочка проходит через себя, и ты теряешь слово. То есть ты не можешь для него найти вот все эти ассоциации, если говоря, что они не привозят к другому читату, то есть они избиваются только друг друга. Можно ли это избегать и как? Привоз, да? Ну, все? Ну, по моим ощущениям, вернее даже убеждениям, язык — это не одностороннее изучение. Ну, да? Выучил слова — все можешь говорить. Как бы выучил слова — тренируешься, практикуешься. И потом уже словарный запас в активный вход в стане. И таким образом... Просто вопрос в запоминании. В том, что мнемоника позволяет через яркие образы слова запоминать, а не через зубрежку. То есть в школе нас этому совершенно не учат, и мы привыкли, что мы выписываем незнакомые слова на листок и просто повторяем их в надежде, что они у нас где-то отложатся. Но через, там, не знаю, через два часа мы уже не вспомним ни одного из этих слов. А поскольку здесь каждое слово привязывается к какому-то яркому визуальному образу, шансов на то, что у вас этот образ всплывет и вы свяжете слово гораздо больше. Если образ правильный учаток. Вот. Спасибо. Спасибо.